Голосование по выбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды стартовало еще в конце апреля. В нем участвуют 57 муниципальных образований Московской области, в том числе и Ленинский городской округ. Жителям муниципалитета предлагается проголосовать за один из четырех вариантов. Лидер голосования на данный момент – набережная Малого Тарычевского пруда. Это излюбленное место отдыха местных жителей. Но вот состояние зеленой зоны далеко от идеала. Горы мусора, отсутствие освещения и благоустроенных мест отдыха – вот чем славится набережная на данный момент. По многочисленным просьбам жителей для этой территории уже разработана архитектурно-планировочная концепция благоустройства. Здесь планируется создать несколько зон отдыха – прогулочную, тихую, спортивную и игровую. В случае победы концепцию планируется реализовать уже в 2022 году. Все опрошенные нами жители с нетерпением ждут благоустройства. Я видела проект, все то, что в нем было. Это был и мост парящий, и детские площадки, и расширить зону, где бы могли люди посидеть, возможно, где какое-то кафе. Катамаранчики можно запустить. А еще какие есть? Что вы хотели бы тут видеть? Да не знаю. Какую-то зону отдыха, потому что здесь не все цивилизовано. Может быть, если здесь будет благоустроено, может быть, не так будут мусорить. На втором месте голосования с большим отрывом от лидера – сквер 80-летия Ленинского района около центра «Мои документы» на улице Школьной. Здесь планируется обустроить зоны отдыха с заменой малых архитектурных форм, провести озеленение и ремонт пешеходно-тропиночной сети. Впрочем, мнения жителей по вопросу, нуждается ли эта территория благоустройства, разделились. В принципе, нормально все. Ну, не знаю. Я здесь не гуляю, поэтому мне все равно. Конечно, нужно. Брусчатка не нравится. То есть, можно, в общем-то… Ну, конечно. Посмотрите на перила, посмотрите, покажите. Они не покрашены, или они покрашены надлежащим образом. Ну, минимально где-то вот поползла плитка, вот поправить ее, наверное, и все. На третьем и четвертом места голосования, соответственно, бульвар «Завидная аллея», соединяющий микрорайоны Южная Видная и Березовая роща, и сквер 50-летия города Видная на пересечении улицы Советской с проспектом Ленинского комсомола. Здесь мнения жителей также разделились. В принципе, можно было бы, конечно, заменить лавочки, как-то его благоустроить, потому что уже как бы лавочки уже непригодные, некрасивые, как-то неприлично уже, в принципе. Смотрится город-то вроде красивый, а парк выглядит не совсем хорошо. Можно было бы немножечко его благоустроить. Хорошо, что он еще сохранился и есть. Это очень здорово. Но можно было бы побольше цветов. Вот однажды было, вот года два, наверное, назад было. Тут очень много было бегоний, так красиво, необыкновенно. Здесь, где вы находитесь, здесь, по-моему, ничего не надо. Я просто не вижу. Вы тоже можете принять участие в формировании комфортной городской среды, проголосовав на сайте проекта за один из четырех вариантов. Отдать свой голос можно до 30 мая. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.